Приветствую! С вами вновь Татьяна Ермолина. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на неделю, а именно на период с 23 по 29 сентября. Итак, у нас уже завершилось лунное затмение. Оно произошло в предыдущую среду, 18 числа. Но мы с вами только-только подходим к самому главному затмению этого коридора, солнечному, а вот оно у нас произойдёт в начале октября, 2 числа. И вот эта неделя, это неделя, собственно говоря, между лунным затмением и затмением солнечным. Поэтому она достаточно важная с точки зрения завершения каких-то проектов, которые потребовало от нас лунное затмение. И, может быть, появление у нас новых перспектив. В связи с чем? Да в связи с тем, что солнечное затмение, если уж оно резонирует с нашей судьбой, а в этот раз, я обращу внимание, оно очень сильное. И у меня есть целый прогноз на солнечное затмение, отдельно записанный. Так что обязательно посмотрите его. Если вы меня смотрите на YouTube, то в плейлисте, наверное, за сентябрь оно есть. В любом случае найдёте его в новых видео. Я его выложила и на Рутюбе, я выложила его и на Дзен-канале, и даже в ВК-видео. Оно тоже есть. Поэтому где бы вы меня сейчас не смотрели, после просмотра этого прогноза, вы можете посмотреть ещё и прогноз на солнечное затмение. Это видео так и называется. Кстати, пока не забыла, где бы вы меня не смотрели. Если вы не подписаны на меня, то подпишитесь там. Во времена блокировок и замедлений очень важно не потерять друг друга. И поэтому желательно быть подписанным везде и всюду. Так что если вы меня смотрите на YouTube и не подписаны там, то подпишитесь и сразу же жмите на колокольчик. Таким образом вы будете знать о том, что у меня выходят новые видео, и не пропустите их. Если вы меня смотрите на Дзене, подписывайтесь там обязательно. Это будет вам предложено сервисом. Смотрите на меня на Рутюбе, тоже нажимайте на кнопку «Подписаться». И везде есть возможность поставить уведомления для того, чтобы в дальнейшем вы знали о том, что у меня вышло новое видео. Ну и не забудьте, есть и ВК-видео. И если вы меня смотрите, например, через сообщество ВК, то тоже не забудьте подписаться на меня. Ну давайте, собственно, к этой неделе. А что же она несёт? Вот она между затмениями и дальше. Что же на ней лучше делать? Ну на ней, как я сказала, завершать одни процессы, которые требуют завершения. И я думаю, что если мы под влиянием лунного затмения находимся, то есть непосредственно лунное затмение резонанс с нашей картой рождения делает, то мы точно знаем, о каких вопросах, о каких ситуациях и задачах идёт речь. Так вот, если эти задачи уже нами отработаны, если мы понимаем, что нам пора двигаться вперёд, то время вот это, вот как раз и эта неделя в том числе, она на то, чтобы в общем-то в этих ситуациях или произвести какие-то значимые изменения, или полностью их завершить. В этом нам очень поможет наша интуиция. Мы правильно можем распорядиться, скажем так, всем тем посланием от Небес, которые мы получаем в эти дни, потому что уже в понедельник, 23 сентября, Венера, Венера переходит в водную стихию. Она переходит непосредственно в знак Скорпиона. Будет она там и последнюю неделю сентября, и часть октября, да, после как бы такого очень мягкого, красивого, эстетичного шествия по знаку весов. Это сложное, конечно, положение для Венеры, потому что в Скорпионе она страдает. Страдает от закрытости, страдает от неразделённых чувств, от своего мощного темперамента, который невозможно выразить вовне, чтобы не быть рассекреченным и раскрытым. Страдает от той страсти и той ревности, которую она испытывает ко всему, чем она заинтересована, что она предпочитает, да, потому что Скорпион — это знак собственничества. И, конечно же, мы тоже в том числе будем несколько больше эмоционально вот так взвинчены, внутренне, да, но внешне можем никаких знаков не оказывать при этом. И эмоциональные страдания на буквально там 2-3 ближайшие недели, пока Венера ходит по Скорпиону, они в большей степени нам присущи. Но есть и обратная сторона этого положения, потому что Венера Скорпионе — это мощнейший интуит. Она прекрасно чувствует, как на другого человека нужно посмотреть, повлиять, улыбнуться, наоборот, проигнорировать и так далее, чтобы тот попал, да, попал в паутину отношений с Венерой Скорпионе. Поэтому это нам очень может помочь как раз-таки вот в этом интуитивном понимании, прозрении, ощущении того, что происходит у нас во взаимоотношениях с другими людьми и как дальше, какую политику, какую стратегию нам нужно выработать в отношении, в отношении этих ситуаций, в отношении этих отношений. Может быть, понедельник нас и не озарит, но в целом, в целом, я полагаю, вся эта неделя как раз-таки про то, чтобы мы нашли верный путь, в котором мы будем дальше двигаться в ситуации какой-то определённой, или же нам её нужно завершить. То есть буквально Венера Скорпионе, конечно, одно из тех положений, которое может говорить о некотором окончании периода отношений с кем-то и разрыве отношений. Так вот, эта неделя может как раз привести именно к разрыву отношений. Ну, кстати, вторник и среда нам даны на то, чтобы… Хотя и четверг тоже, да, то есть это 24, 25, 26 сентября. Это время сильного Меркурия в том смысле… Ну, Меркурий, конечно, у нас сейчас в знаке Девы, и он будет переходить только 26 сентября в знак Весов. И действительно, с одной стороны, это сильное положение, но оно ещё будет и акцентировано высшими планетами, всеми тремя – Нептуном, Ураном и Плутоном. Вот эти три дня – вторник, среда и четверг – это время, когда, видимо, у нас будет огромное количество информации, которая просто, просто, да, на нас свалится. Этот объём будет очень сложно пережить, абсолютно не поменяв какой-то стратегии взаимодействия с этой информацией, то есть или придётся включаться просто в это и забыть про все свои дела. На эти три дня улетим, да, в эту пучину общения, там, перемещения, обсуждения чего-то, да, то есть это могут быть тяжёлые переговоры в этот момент, в эти три дня идти, какие-то сложные решения, которые мы, ну, целый период придётся принимать, и будет много обсуждений, консультаций, там, рекомендаций, советов нам дано на это. То есть такая достаточно непростая ситуация у нас складывается вторник, среда и четверг, и, как мы понимаем, всё не просто так, всё не случайно. Напомню, мы живём в коридоре затмений, и сейчас не происходит ничего, что не угодно мирозданию. Мы попадаем только в тот опыт, который нам необходимо пережить, даже если мы против вообще этого. Мы искусно избегали до этого решения этих вопросов, пытались не наступить на эти грабли, то сейчас не стоит сопротивляться. Если задача поставлена, мы её решаем, мы от неё никуда не убегаем, потому что если мы, опять-таки, вот изберём этот путь, да, избегания решения вопросов, то, скорее всего, после солнечного затмения мы получим какую-то очень тяжёлую драматическую ситуацию в жизни. Будьте аккуратны. Так что, может быть, вторник, среда и четверг будут тяжёлыми загруженными днями, когда придётся много говорить, много решать, много анализировать. И, в общем-то, много демонстрировать миру. Четверг, по сути дела, во второй половине дня уже это всё должно закончиться, потому что Меркурий переходит в новый знак, в знак весов. Всё, он теряет связь с этими всеми высшими планетами, а также со своим сильным положением, со знаком Девы. А в весах он более дипломатичен, лоялен, либерален. И, в общем-то, он уже не столь загружен. Не столь загружен необходимостью много чего решать, много чего думать, приводить всё это в порядок, в какую-то логику. Он больше направлен на то, чтобы через речь, через какие-то общие интересы, в общем-то, как-то с человеком найти точку соприкосновения и подружиться. И вся оставшаяся часть недели у нас связана как раз-таки с вопросами взаимодействия с другим человеком, просто дружбы. То есть мы можем в этот период устанавливать новые контакты, общаться с новыми людьми, приобретать новые знакомства. Это всё нам Меркурий в весах с 26-го, со второй половины дня этого числа, а также 27-е, 28-е и 29-е. То есть я уже перехожу на пятницу, субботу и воскресенье. Всё это нам Меркурий обеспечивает. Ну, это всё, ещё раз напомню, в преддверии солнечного затмения, которое тоже у нас случится в знаке весов, куда попал сейчас Меркурий, и неспроста он туда попал. Он на самом деле будет серьёзной фигурой в реализации этого затмения, потому что он будет около затмения, около самой точки в этот период. Там же будет у нас и Чёрная Луна, там же у нас будет и Узел. В общем, это затмение очень и очень насыщенное энергией планет и также имеет в себе вот этот оттенок искажения и сильной страсти, связанной с Чёрной Луной. Поэтому прошу вас не забыть послушать об этом затмении, лучше даже сказать, посмотреть отдельное видео, о котором я уже говорила. Оно есть и ВКонтакте, оно есть и в Дзене, и на Рутюбе, и на Ютубе. Везде выложено. А я же с вами прощаюсь, но только до следующей встречи. И мы уже с вами будем говорить о затмении на следующей неделе. Не пропустите. Всего вам хорошего.